Судя по всему, большое количество производителей считают, что чем брутальнее ты назовешь свой девайс, тем он сильнее должен жарить. Но что можно сказать о других, приобретаемых вместе с таким именем способностях? Отрастет ли, допустим, новый коннектор, если на старом срежется резьба? Сегодня мы это узнаем, ведь на обзоре у нас Гидра от Stellar Union. Упаковка у Гидры нетривиальная. Это самая настоящая консервная банка. Внутри же вместо тушенки можно обнаружить механический мод, инструкцию и карточку оригинальности. На данный момент Гидры представлены в двух исполнениях – из алюминия и латуни. Внешний вид механического мода крайне минималистичен и отражается в углублении, занимающем большую часть корпуса. Кнопка, в свою очередь, украшена гравировкой в виде этнического изображения мифического существа. На коннекторной площадке находится название устройства и серийный номер, состоящий аж из 7 цифр. Конструкция кнопки проста, но эффективна. Нажатие блокируется закручиванием кнопки в одну сторону, а раскручивая же можно немного увеличить ход кнопки. В ней находится и сквозное отверстие по центру, которое служит газоотводом в случае необходимости. В стремлении сделать механический мод максимально доступным устройство стало обладателем и нескольких минусов. Например, отсутствие защиты от дурака, а отсутствие изолятора между кнопкой и аккумулятором может привести к нежелательным последствиям при, казалось бы, самых незначительных повреждениях оплетки. Постройка под аккумулятор также простейшая. Просто закручиваете кнопку до упора, вследствие чего при использовании некоторых аккумуляторов может образоваться щель между телом мода и кнопкой. И да, на пене кнопки хорошо скапливаются черные точки, никакого постоянного контакта тут нет. Обо всем этом вы можете прочитать также и в инструкции к этому устройству. По прожарке гидро не отстает от более дорогих собратьев. Пару фьюзов он разогревает стабильно. Если выбирать между версиями из алюминия и из латуни, я склоняюсь к латуне. Она и выглядит серьезнее, и в руке поувесистей. Правда, дороже она на четверть, в остальном же отличий не обнаружено. За время использования у гидры так ни одна резьба и не срезалась. Значит, из нее так ничего нового и не выросло. Но надо помнить, что это бюджетный продукт за две с небольшим тысячи рублей. А значит, ждать от него нечто экстраординарного точно не стоит. Он жарит, и это уже хорошо. Но вот посоветовать его начинающим меховодам точно я бы не стал, так как он лишен многих ключевых защит, которые давно стали стандартом для большинства производителей. Главное помните, при удешевлении продукта ценность приложенной к нему инструкции возрастает. А на этом все. Мы благодарим Stellar Union за предоставленное устройство. Чтобы ты не пропустил следующий ролик, обязательно подпишись на наш канал, поставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось. И Лернейская Гидра пугает меня гораздо больше, чем клоуны.